Мы сейчас разойдемся по сессионным залам и подумайте некоторое время, небольшое время, кто в какой пустыне находится, кто может свидетельствовать о прохождении этой пустыни, как это было, кто оказался блатным и случайно попал на следующий этап и чувствует, что прям вообще не прорваться никак, что надо сделать еще один оборот. Давайте честно посмотрим на эти пустыни, говоря о том, что этот завет, когда Господь формировал еврейский народ как народ, это серьезный прообраз для нас, это картина, это метафора всего того, что Господь делает с любым народом, с любым человеком, с любым человеком веры, с любым народом. Поэтому вот эти пустыни, сначала пустыни, потом я зайду в каждый зал и дам вам еще картину для работы в компании, по которой вы должны будете вот эту сегодняшнюю тему привязать к одной из пустынь. Давайте еще раз. Пять пустынь, мы заходим в сессионный зал, обсуждаем свою жизнь через призму этих пустынь. Как долго Господь нас проводил через эти пустыни, где мы сейчас находимся, с чем мы боремся сейчас. Потому что если мы говорили, что одна из пустынь это проверка, вот например, ну вот ремарку возьму, проверку на нашу царственность и священство. Есть ли такое, а ты за меня помолись, а ты мне расскажи, а ты мне попророчествуй, а ты за меня сделай, а ты мне скажи, что делать. Как бы вот эти вот вещи проверяем, да, кто что понял из этого материала, и затем я пройду по всем залам и дам вам одну из метафор, и вы тоже поработаете в команде, чтобы сказать, какой из пустынь можно сделать привязку через этот образ. Это такой творческий подход. Сейчас я вас распределю по залам, минуту терпения. И тем не менее, пока эта работа будет производиться, я хочу огромное спасибо сказать тем, кто сегодняшнюю конференцию готовил. Я думаю, вы сами понимаете, что серьезный вызов. Господь ведет нас очень неординарно во всех смыслах и растягивает нас настолько до критического состояния. Нет такое ощущение, что вот-вот треснешь, что вот нет того времени на адаптацию, на просадку, на то, чтобы, знаете, так вот, вальяжно растянуться и сказать, что достиг. Как только приходишь на этот рубеж, Господь опять очередной вызов предлагает каждому из нас. Очередной вызов. Я разделю нас, 18 человек, разделю вас на 4 команды. И хочу сказать, что когда вы примите вызов, сразу молимся, выбираем представителя от зала. И на выходе у нас с вами будет две темы. Одно из свидетельств, какой пустыни мы находимся, потому что вы о чем-то поговорите в залах, а потом на выходе вы скажете. Или, может быть, вы как команда вот объединились в команде и увидели, что мы все находимся, допустим, в первой пустыне. Вот только вот определили, что мы все в первой пустыне. Или мы уже все прошли, и пятидесятница состоялась там у нас. Поэтому пусть не будет иллюзий, поработайте серьезно, разделяя время на всех одинаково, чтобы не было доминирования, чтобы высказался каждый человек. Это очень важно, чтобы высказался каждый. И по выходе у нас будет одна, полторы, максимум две минуты для того, чтобы этот вопрос осветить. И затем у нас будет проведенная работа уже с метафорой, с картиной, с логаном, может быть, с каким-то. Посмотрим, как Господь сейчас поведет. Это будет картина или, может быть, это будет какой-то слоган, по которому вы тоже сделаете такую привязку. Пока вы будете обсуждать первый вопрос, я пройду по всем залам. И тоже сделаем вот такую вот выкладку. Я думаю, на все про все нам с вами хватит. Часа в общем и целом с обратной связью, с работой в залах. Время позволяет. За полтора часа мы справились с тематикой нашего сегодняшней конференции. А теперь идет закрепление материала. Дорогие друзья, я сразу зашла в первый зал. Я отдам вам слоган сейчас, над которым вы будете работать после обсуждения первого вопроса. И выглядит это следующим образом. Звучит это вот так вот. Я показываю вам. Написано на карте «Разрушай иллюзии». «Разрушай иллюзии». Запишите. И тоже привяжите это к сегодняшнему нашему разговору. О чем это для вас? Что это такое вдруг прозвучало? Все, я ухожу с вашего зала, не буду вам мешать. Это второй вопрос. Тогда, когда, ну, к примеру, мы получили, да, чем-то победу? Прошу прощения, вы сейчас продержите работу. Прошу прощения, я вам для второго вопроса даю сейчас слоган на карточке. Вот я вам его просто показываю. Он выдернут, я вам сейчас назову его, он выдернут совершенно спонтанным образом. Не падай духом, где попало. Что это за слоган? Не падай духом, где попало. Какой пустыне это привязать? О чем это для вас? Это для второго вопроса. Не падай духом, где попало. И я вас покидаю. Счастливой работы. Спасибо. 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 Таня, я вас отправлю в один из сессионных залов сейчас уже только для того, чтобы, ну, посмотреть, чем там занимаются. Я думаю, вы быстро включитесь. Прикреплюсь сейчас к сессионному залу. Да, спасибо. 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 Приглашение есть? Таня, ответьте мне что-нибудь. Приглашение есть? Спасибо. Ольга Петровна. Да, я прошу прощения. Я хочу вам сразу дать слоган для работы над вторым вопросом. Сейчас вы обсуждаете пустыни. Обсуждаем, но Вигизак, вы можете немножечко еще сказать? Я, например, поняла так, что, ну, вот у нас Олег вообще первый раз, у Виктории там и двое. И получается, что у нас не так много возможностей обсудить и что-то внести. Не поняла, что с Олегом? Не поняла, что с Олегом? Олег первый раз на конференции. Первый раз на конференции и что? Да. Ну, он говорит, я больше слушатель. Он сегодня явно не слушатель, он прямой участник еще и про пустыню, про одно очень хорошо все знает. Да, очень хорошо. Я имел в виду форму, форму, вот я сейчас посмотрю, как у вас, механика. Хорошо, хорошо, смотрите, участвуйте, помогайте. Обязательно. Это уже первый раз, я думаю, мужчины очень быстро сориентируются. Вот смотрите еще раз, повторяю, что мы делаем. Мы с ними послушали сейчас слово о пяти пустынях. Да. И каждый из нас примеряет эти пустыни на себя. Ага. И каждый из нас сейчас высказывается, на мой взгляд, от лица, от своего лица, на мой взгляд, я сейчас нахожусь в пустыне номер три. И обосновывает это, почему он так думает. Потому что и потому что человек объяснил это все. И один из этих примеров вы выносите на основную платформу. Что нам интересен показался пример, там, допустим, Юрия. Он сказал, что на сегодняшний день он находится в пустыне номер три. И объяснил это вот следующим образом. Это работа по первому вопросу. Примерить эти пустыни на себя. Второй вопрос. Вот это все, что касается сегодняшней темы. Вы уловили, увязали. И сейчас будет слоган, с которым вам нужно тоже поработать в рамках сегодняшней темы. Как вы думаете, какой из пустынь больше всего относится вот это словосочетание? Мысль не закрасишь. Мысль не закрасишь. Это непросто, но это подключает к работе всего нашего человека. Это прям копает нас внутрь. Какую мысль не закрасишь? О чем я сейчас мыслю? Какие мысли меня посещают? Ее действительно не спрячешь, не закрасишь. Асиш, почему? И мы рассуждаем в рамках вот этого слогана с привязкой вот к этой теме. Серьезное задание для... У вас остались вопросы еще? У меня нет. Да, начинаем работать. Благословения вам всем. Очень хорошо, что у вас такой свежий мужской состав. Я выхожу. Да, очень свежий. Спасибо. Так, мы возвращаемся на площадку всем. В процессе работы в сессионных залах потерялась часть участников, я смотрю. Давайте сделаем следующим образом. Еще раз напоминаю тайминг. Две минуты на один вопрос, две минуты на второй вопрос. И начать я хочу с третьего зала. Они зададут старт вот этим вещам. Еще раз напомню, что мы делали. Тема сегодняшней нашей встречи была под названием «Пять пустынь». Вы о них слышали? И так как это касается нас непосредственно, в сессионном зале вы должны были обсудить, где, в какой пустыне вы находитесь на сегодняшний день. Может быть, уже все пройдено. И что было самым интересным, представитель от зала об этом расскажет, что особенно сильно впечатлило команду. Одно из свидетельств. Это первый вопрос. Две минуты. И второй вопрос. Это слоган, который мы привязываем к теме сегодняшнего нашего разговора. И вы это все обосновываете. Вы это поняли так, потому что... Называете свой слоган, который вам был дан. И объясняете тоже в течение двух минут. Пожалуйста, зал номер три. Стартуйте. Это мы. У нас в команде были Татьяна Соловьева и Катерина Ходогина. И потом присоединилась еще Надежда Новикова. По первому вопросу мы все отметили, что очень долгий путь был во второй пустыне установления личных взаимоотношений с Богом. И все отметили ускорение, когда присоединились к команде. И вот это состояние, именно третьей пустыни, когда там еще момент такой, когда напал Амалик. Это духовные сражения и необходимость поддержки, вот она очень остро ощущается. И пару участников прямо конкретно заявили, что прямо ценность команды, она чувствуется во время этих битв. Татьяна у нас, она сейчас ее выбила. В общем, она отправилась в землю обитованную. Она уже сейчас себя там ощущает. И я с ней тоже согласна, потому что это определенное призвание. Если пустыня это один уровень веры, то земля обитованная, это как после сдачи экзамена. Она не отменяет сражений, там пашешь еще похлеще, чем в пустыне. Но определяет это радость и ощущение того, что ты двигаешься к цели. И путь тоже непростой, что есть и все эти пустыни, есть определенная была оставленная горечь. И еще такой момент, время, время. У каждого свое время, каждый по-разному входит и каждый по-разному находится в этих пустынях. У меня, например, вторая пустыня заняла практически всю мою христианскую жизнь. И вот этот отрезок, буквально пятилетка, когда все остальные прошли очень быстро. И земля обитованная буквально прям вот застигла врасплох. По второму вопросу. Слоган. Здесь строго. Вот слоган у нас прям здесь строго. Это, конечно же, про пустыня Синайская. Когда Господь был в строгом образе. Это когда все гремело, когда все полыхало, когда народ боялся Бога. Боялся Бога. И мне даже во время конференции, представляете, приходит римлянам. 12 глава. Что вы приступили не к горе сизаемой и пылающей огнем, но вы приступили к горе Сиону. То есть идет такое противопоставление. У нас-то новый сезон, у нас-то новый завет, у нас-то гора Сион. И это как раз символ Иерусалима. Поэтому от Бога строгого к Богу любящему горе Сиону. Насколько сложно было слоган привязать к обсуждаемой теме? А он сразу возник прямо. Спасибо, команда номер три. Давайте поставим реакции. И пока мы ставим реакции, я хочу сказать, что те люди, которые активно работают в обсуждении, не испытывают никакого труда, ни от каких творческих заданий. Это уже определенный склад ума, который через произнесение того, что они поняли, что не поняли, как они это понимают, как в этом двигаться, они научились, отпрактиковались очень быстро реагировать на духовные вызовы. Поэтому еще и еще раз говорю, что обсуждение – это ключевая часть трансформации нашей. Спасибо, зал номер три. Вот вам реакции. Короны, сердца, огонь, пальчики вверх поднятые. Спасибо, Аня. Спасибо, Надежда. Спасибо, Екатерина. Спасибо, Татьяна Соловьева. Это был зал номер три. И теперь зал номер один. Пожалуйста, зал номер один. Представитель от зала. Две минуты на первый вопрос. Валерий Постников, да? Валерий, да. У нас были Екатерина Придихина, Альвина Вейс и Светлана Земцева. Мы были, каждый из нас, в своей пустыне. То есть я увидел себя только во второй пустыне. То есть это общение с Богом, это вот когда ты видишь, что ты идешь уже, и видишь, что ты идешь только своими силами, и ты не видишь Бога, где Он. То есть это как Гедеон, выколачивая пшеницу, когда ангел подошел и говорит, муж сильный. Вот Гедеон начал просто возмущаться конкретно, где Бог. То есть я увидел себя в таком же состоянии. Где Бог, где ты, где дары твоего Духа Святого. То есть вот такое вот состояние. Ну, как-то вот я не акцентировал. А, Светлана Генцева говорит, что... Я в третьей пустыне, я подсказываю. Я в третьей пустыне. Я так же, как и Аня, была долгий период времени во второй пустыне. Прям очень долгий период времени. Практически все же. Был кусочек у меня в четвертой пустыне. И сейчас я вернулась в третью пустыню. Так, дорогие друзья, регламент по первому вопросу. Вы выбрали свое время. Хорошо. Вопрос номер два. Слоган. Какой у вас слоган и к какой пустыне он тематически подходит? Разрушай иллюзии. То есть это как раз вот для меня, что я увидел, что я нахожусь в иллюзии, что я служу, что-то делаю в церкви. Вижу, что это только мои силы. Это все без Бога. Мощь вообще. Спасибо, команда номер один. Насколько искренне, честно и прям здорово. Давайте поставим реакции. Работе залу номер один. Реакции. Можно было поговорить еще. У вас было время. Хорошо. Теперь уже мы попросим команду номер четыре, после того, как мы проставим реакции. Команда номер четыре. Мы, Юрий, Виктория, Олег, я. Коротко. Значит, у Юрия он в пятой пустыне, и только его радует, что он настроен на то, что вот он скинет одежды старые, оденет новые, и он уже там. То есть он уже настолько в покое, в мире, в смирении, в здравии. И готов, вот прям, вот прям готов на блюдечке, на золотой каемочке. Нет претензий к лидерам, человек в своем призвании, предназначении, все пустыни пройдены, да? Да, похоже, что так я его вообще не знаю, поэтому и вижу первый раз, честно говоря. Поэтому только то, что он сказал, то я и произношу. Виктория в пятой пустыне. И самое главное, что она входит сейчас в покой. Она еще не завоевана до конца, но в процессе завоевания. Бог учит удерживать этот покой, получать квалификацию, квалифицированное более работа с командой. Если говорить про команду, то она в третьей пустыне. нет таких поддерживающих, на которых она может положиться, и которые бы оправдывали желание. Как-то вот пока в одиночку. Так, Олег. Олег. А вот сразу вам вопрос? Да. Вам вопрос. У нас есть пустыня, где формируется сильная команда. И когда команды нет, можем ли мы сказать, что пустыня рефидим, когда команда сформирована, она пройдена? Вот подумайте об этом. Да. Светлана, микрофон. Я пока не знаю, как ответить на этот вопрос. Поэтому, конечно, проанализировать нужно очень серьезно эти пустыни. Но как ответили, так ответили. А дальше продолжайте. Олег. Он примеряет себя в третьей пустыне, но иногда от второй еще не всегда может отойти. Но к третьей он очень близко. И отношение к Богу показывает, что вот прям необходимость быть в команде. И тогда он чувствует уверенность, и тогда он уже уверенно в третьей пустыне. Отлично. Так, у меня, значит, я между третьей и четвертой, но иногда, прям иногда перепрыгиваю немножко дальше. Но еще не совсем в пятой. Но все-таки вот внутренний покой это уже большая часть духовного равновесия и душевных терпеваний. Это, значит, я между третьей и четвертой. Нравится, что я в четвертой, и что хоть там скалистая, и все это, но все-таки вперед. Теперь вот по поводу второго вопроса, много. Я, к сожалению, не успела записать. Юрий сказал интересное истерозаконие. Ну, надо назвать его. Что это за слоган был? Альга, мысль не закрасишь, да? Мысль не закрасишь. Мысль не закрасишь, да. И мнения такие у нас, что как бы человек тебя... Очень важно быть самим собой и спокойный быть такой, как ты есть. То есть какие бы ты маски не одевал или не казался лучше, все-таки своя, свое внутреннее, оно тебе все равно ближе. И нет необходимости такой. Но просто со временем она уходится и раскрывается, какая у тебя сущность и кто-то есть. И предоставить Господу работу на того. Даже если где-то что-то не совсем так, как хотелось бы Богу, мы в стадии обновления и в стадии свободы. Быть самим собой, и мы в этом пути. Таня, как представителю от зала хочу спросить, насколько быстро сориентировались наши парни, насколько они были активными участниками? Быстрыми, молодцы. Я даже, честно говоря, не задала, потому что обоих вижу, можно сказать, ну вот... Ну, оно так и есть. Это так и есть. Как бы они еще не работали. Поэтому я даже прямо на живой руке, я согласна. То есть я сама себя предложила, что я буду. Но надо было спросить немножко, чтобы чуть-чуть знать. Но со временем мы знаем больше друг о друге. Мы на то и в команде, и на то мы в классе, и на то мы вместе все сообщат. Спасибо, команда. Давайте проставим реакции. Реакция в работе команды номер 4. Спасибо. Полетели вам сердца. Ромашки и звезды. Принимаем, принимаем. Да, принимайте. Принимайте, делите между собой вот эти вот... Наше сердце к вам расположено очень сильно. Стараемся отразить через реакции все то, что мы чувствуем, через ваше общение. Вот, Натя, вам еще огонь. И последняя команда, команда номер 2. Команда номер 2. В команде номер 2 были Татьяна Бушуева, Оля Пономарева и Элла вместе со мной. Ну, видимо, меня как... То, что я презентовал, выбрали. Первое, о чем я хочу сказать. Есть нужды и циклы индивидуальные. Скажем, к чему мы изначально с чего начали? Потому что стали себя примерять к одной или другой пустыне. Но есть циклы такие жизненные, когда ты проходишь от одной пустыни до пятой, и в конечном итоге приходит победа, ну, скажем так, в обетованной земле. Но нас Дух Святой, верю, быстро вывел через Олю Пономареву с этих вещей, когда она стала говорить о Шаломе. И просто в нашем сердце ну, нечто такое взорвалось, что, может быть, мы немного нескромно скажем, но то, что мы уже в обетованной земле. И дело в том, что есть старые, новые поколения. И просто идет такое пророческое слово, что как раз и наша команда, и наш апостольский центр, он как Иисус Навин и Халик, он был в обетованной земле. И сегодня он помогает новому поколению выходить вот из этих пустынь, которые в этих, скажем, в этой команде могут люди находиться, как говорится, и во второй, и в третьей, и так далее. Но мы выводим это новое поколение, они индивидуально также работают над собой. Это прекрасное сердце, когда мы смотрим на себя, ну, так скажем, немного оценочно. Но все-таки нужно принимать вот именно от Господа, так как Он нас видит, и так как Он на нас смотрит. Из этого мы выходим на второй вопрос, определив, значит, у нас был такой вопрос, не падай духом, где попал. Мы выбрали пятую пустыню. Тогда, когда, вот представьте себе, какая обидно, когда прошел, казалось бы, весь путь, и вот ты видишь уже обетованную землю, и вот здесь упал духом. Поэтому мы выбрали пятую пустыню, Фаранг, где там падать духом не надо, потому что именно там вот это новое поколение, ой, не новое поколение, а вот поколение старое, оно не вошло в землю обетованную, а потом, когда приняли решение, что же мы сделали, они упустили это время и слово ныне. Аминь, спасибо вам. Упали духом, где попало, да, перед самым переходом. Отлично. Хочу, знаете, еще сказать, получается, исходя, я правильно поняла, исходя из вашего ответа, что обмен на кресте произошел, взаимоотношения с Господом выстроились, вы члены сильной команды, ни у кого нет претензий к лидеру, мы понимаем, что мы цари и священники, с покоем разобрались, ну и не падаем духом, где попало, я правильно поняла? Да, я смотрю, команда кивает головой. Команда кивает головой. Аминь. Замечательно. Давайте поставим реакции. Реакции команде. Аплодисменты, аплодисменты. Дорогие друзья, я думаю, разделю общее мнение. Судя по вашим реакциям, очень мощная тема взята. Это серьезный вызов. Согласиться, что вот в данном случае непоследовательность, пустынь важна. Они могут поменяться местами. Могут реально поменяться эти пустыни местами. И вновь они могут прийти в нашу жизнь, эти пустыни. В случае, если мы эти если сегодня не разбираем, получается вот это вот движение в Боге, оно не прекращается. И столкнуться с собой нам опять придется на каком-то этапе. И столкнуться с командой нам придется на каком-то этапе. Где-то, может быть, мы не будем столь бдительны, когда нужно будет проявить царскую и священническую природу. И это моменты мы говорили. Бог вводит нас в циклы. И в плане пустынь это тоже может быть. Где-то оазис, а где-то пустыня. Новый вызов. Аллилуйя. Огромное спасибо за работу. Сейчас, ну давайте возьмем три человека. Три человека в концовке. Обратная связь. Мы сегодня вот идем строго в тайминге. Очень хорошая работа. Плотная. Но тем не менее, вот мы перевалили на третий час. То время, которое мы, в принципе, и обозначили. Три человека для обратной связи. Что вы здесь увидели ценного для себя? Что сегодняшний разговор показал вам, лично вам, вот ваше понимание? Что вы хотите отметить по итогам сегодняшней конференции? Кто хочет сказать? Можно Татьяна Евтушенко свою песню? Конечно, можно будет сейчас. Сейчас обратная связь. Потом Татьяна. Я в курсе, я помню ее. Я тоже об этом хотела попросить. Три человека с обратной связью. Чем это было для вас сегодняшний наш разговор? Насколько времени? Я быстро расскажу, раз уж я начну. Меня очень сразила эта тема. Очень было тяжелый вход туда, в это все. Оно перевернуло просто. И вот эта вот четвертая пустыня, гора Синаи, где, оказывается, они могли войти в Пятидесятницу. Огонь же горел вокруг горы. И они отказались. У меня прям все оборвалось. У меня прям все так. Так это меня взбудоражило. Очень сильно открылось. Так мне эта тема. Очень сильно. Спасибо большое. Да, и тогда бы не пришлось говорить, что это прям закон-закон. Потому что было бы излияние Духа Святого. И тогда бы никаких претензий не было к этим 613 заповедям. И в них бы нужды не было, скорее всего. Мощно. Спасибо, Татьяна. Еще, пожалуйста. Еще человек кто-нибудь? Татьяна. Пожалуйста, за вас. Для меня это была прям раскладка, по ступенькам, по лестницам. Вроде знаешь, вроде читал, вроде слышал, вроде все. И действительно. Но вот так вот досконально в каждом этапе или в каждой ступеньке или в каждой пустыне пройти. Но для меня это прям открытие. И какая-то даже... Я что-то не буду. Я сказала. Не то, что борьба, но вот прям откровение необыкновенное. А какая командная работа, дорогие, отметьте. Какая командная работа. Замечательная была. Как выстроена вообще конференция. Слава Богу, участие какое было такое равномерное. Все заглублялись в эту тему, все получили наслаждение. И еще один человек, пожалуйста. Можно Екатерина Придихина? Да, пожалуйста, Катя. Вот взгляд из... Знаете, да, у меня вообще... Я поняла, что эта тема для меня прямо в тему. Вот так вот скажу, потому что сейчас как раз в своей жизни я прохожу четвертую пустыню, как я поняла. Третью я только прошла. И когда мы в команде работали, я такой вопрос задала. Говорю, не пойму, почему так быстро. Хотя, Ольга, ваши слова, они меня сразу включили в этот процесс про скорость. Я вспомнила прошлую конференцию про скоростные рельсы и скоростной поезд. То есть вот некоторые люди, два там сколько, ну, на второй пустыне много лет, да, останавливаются. У меня за три года уже четвертая пустыня, и у меня пустыня за пустыней. И вы знаете, для меня эта тема, она стала ободрением. Я вам честно скажу, потому что еще неделю назад у меня было такое состояние полууныния. И только благодаря тому, что пастор меня привлек, я начала разбираться в этой теме, я реально получила мощнейшее ободрение. Я просто приняла все эти обстоятельства сейчас в своей жизни как необходимый урок. То есть если раньше там у меня какие-то вопросы были, да, что происходит вообще в моей жизни, почему я из этого выбраться, не могу, что я самый неудачный человек на свете. Сейчас я просто поняла, почему так все в моей жизни происходит. И действительно, это ободрение. Поэтому я очень благодарна за эту тему. Я буду обязательно в нее еще погружаться, потому что мне прям интересно. Вот, поэтому очень мощно. Не отключайте микрофон, Катя. Я хочу, вот Господь сейчас вот этот посыл дал, перед тем, как нам завершать Татьяна Евтушенко. От каждого спикера сегодняшнего пожелания нашему центру, пожалуйста, от вас, пожелания нашему центру в рамках сегодняшней темы, может быть, в рамках своей пустыни, которую вы освещаете. Ну, вы знаете, как бы вот, исходя из того, что я вообще, какие видения меня посещают всю эту неделю, какое слово Бог дает, да, я могу пожелать одного, чтобы независимо ни от чего мы всегда были настоящими, чтобы наше сердце, оно было искренним, чтобы мы не одевали никакие маски. Вот сегодня про это уже говорили, да, неважно, как мы себя чувствуем, мы должны быть перед Богом и перед людьми настоящими, перед Богом в первую очередь. Вот это вот я желаю каждому. Независимо, что происходит. Вот Валерий сегодня молодец. Он как есть сказал, вот так и надо. То есть Бог, Он знает наше сердце. И вот я желаю, чтобы это сердце, оно было открытым, потому что тогда, как вот я тоже говорила про это, будет связь напрямую с Богом всегда. Господь, Он 24 на 7 с нами. Поэтому главное, чтобы мы были с Ним, понимая, с Ним. Поэтому важно вот это сердце. Спасибо. Спасибо, Катя. Олег, пожалуйста, пожелания ваши центру. Потом Надежда. Ну, пожелания, давайте так, как я в автобусе уже еду, сокращу. В общем, смотрите, чтобы мы чувствовали с момента перехода из одной пустыни в другую, потому что можно разложить палатки и остаться жить в одной из пустынь. Даже если эта пустыня не такая уж и комфортная, даже где есть страдания. Потому что написано, проходя долину смертной пени. И самое главное, что мы их проходим. Это значит, что они однажды заканчиваются и однажды также должны закончиться и идти во что-то новое. Вот так. Вот мое пожелание. Спасибо, Олег. Великолепно. А еще можно поубивать всех лидеров. Не обязательно копьем, иногда словами и вернуться в Египет. Аллилуйя. Надежда, пожалуйста. Я хочу центру нашему пожелать оставаться народом еврейским. Таким, каким он вошел в обитованную землю. Сплоченным, сильным, знающим Бога, доверяющим Ему. Искренним, непосредственным, любящим, знающим Отца Своего. Вот это второе вхождение в обитованную землю. Мы новое поколение. И Бог с нами, и мы останемся такими. И мы в обитованной земле, и Бог с нами. И мы свет этому миру. И, видя нас, люди будут тоже приходить. Гори Синай, и не бояться восходить на нее. Аминь. Спасибо, Надежда. И, пожалуйста, Ярослава. Дорогие, я такое пожелание, чтобы мы отождествелись с Иисусом Навином, Халевым, вот этими людьми иного духа, и чтобы смотрели на себя, как раз на этих соглядатых, потому что Господь нас такими сделал, что даже если церковь с большой буквы еще не на той стороне, то вот такие соглядатые, как вот такие апостольские центры, мы уже там и помогаем людям проходить вот именно в обетованную землю. И смотря на эти пять пустынь, даже если мы закончили какие-то определенные циклы и уроки, они не для того, чтобы мы их забыли, а для того, чтобы каждая пустыня, все, что там есть хорошее, это молитвенный стержень, лидерский корсет, это помощь другим людям становиться царственным священством и, как Пятая пустыня говорит, помогать им, людям ходить и нам вне всякого страха и вне всякого ропота, то есть по-другому, чтобы мы всегда себя держали людьми высоких состояний, как только мы опускаемся в какое-то болото, каемся пред Господом и опять на гору, опять ищем горнего, как в Матфея написано в 24 главе, как увидите мерзость запустения, бегите в горы с Богом. Спасибо огромное, Ярослав, один в гору не пойдешь, лучше туда ходить, наступило время команды, аллилуйя, слава Богу, дорогие, и мы завершаем, Татьяна Евтушенко, пожалуйста, ваша завершающая песня, и на этом завершится наша конференция, вот это молитвенное пророческое действие, пожалуйста, Татьяна. Да, аллилуйя, слава Господу. Что ты скажешь, Господь, как пройти, где найти эти пути, что ведут в землю обетованную, чтоб пройти без потерь, чтоб не сел в пути зверь, по пустыням пройти и не жаждать пути, и войти в землю обетованную. Ты, Израиль, сын мой возлюбленный, сквозь пучину вот прошел искупленный, я веду тебя своей рукой дорогою ровною, не бойся, мой сын, ты идешь к населенному городу. Странник я у тебя, мой Бог, но ты ведешь меня своей рукой, странник я на земле, но ты ведешь меня в свой покой, ты, Господь, скала моя, и в тебе укроюсь я, от скорбей, от бед знаю, ты спасешь меня. Я веду тебя другим путем, новым, кроведным, для народов станешь ты, как знаменем, через сына моего, который вне дрема и оброжден, соединяю тебя с собой, ибо он есть путь твой. Ты, Израиль, сын мой возлюбленный, сквозь пучину вот прошел искупленный, я веду тебя своей рукой дорогой ровною, не бойся, мой сын, ты идешь к населенному городу. Аллилуйя, слава Господу. Аллилуйя, вообще мощь, Таня, как всегда, какое благословение. Дорогие, я не знаю, как расставаться, но расставаться пора. Мощная конференция, много можно говорить еще добрых слов тем, кто эту тему поднял, пусть она станет нашей сутью, пусть мы проживем все это и пусть у этого будет очень добрый плод. Вот такими словами даже завершим и шалом завершаем. Субтитры создавал DimaTorzok